Интересно, ах, как интересно! Через ноги выпускают напряжение, не могут не ходить, лягут спать, и тут ноги начинают беспокоиться, такая тревожность в ногах, и ходят, и ходят, и я там нескольким таким людям посоветовал. Если не можешь ты лежать спокойно, у тебя синдром беспокойных ног, ну возьми ты, попробуй. Вот ты лёг, например, спать, и у тебя, например, возникает этот синдром, что ты не можешь терпеть, что ты вынужден ходить туда-сюда, не можешь уснуть. Ну возьми руку, отпусти вот так вот, и пускай это напряжение выходит через руку. И вот так делай, 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 главное выпустить напряжение. Делай рукой, делай двумя руками, делай вот так, лежишь, и делай вот так. А потом делай так, как оно само идёт, и отпускает. И вот один из них, такой мужик интересный, он говорит, а мне что-то и так делать не хочется, и ноги спокойные. Да, и так 20 раза он сделал и избавился от этого синдрома. Послушайте, надо находить, каким способом другим выпускать этот парк, так сказать, парк напряжения. Так я, знаете, что ещё хочу сказать? Очень интересный случай у меня был недавно. Оказывается, вот он сидит у меня, когда он напрягается, он ногами, ну как говорят, сучит ногами или трясёт ногами, ну по-разному, у кого так, у кого так. Ну вот трясёт, трясёт. Прямо трясёт, когда он сосредотачивается. Я ему говорю, слушай, ты замечал, что так ногами трясёшь? Он говорит, а, я замечал. Мне почему-то, когда я так делаю, легче. Ну так делай, говорю. Ну хорошо. Теперь он встал, я его попросил встать. Я говорю, теперь попробуй, чтобы руки расходились. У него не идут. Теперь я говорю, попробуй сделать снятие зажима. Сделай хлёст. Так свободно делать, как дети делают. Или как человек, когда с вышки прыгает в воду, свободно, руки как плеть. И потом сделай лыжника. Потом шалтай-болтай. Честно, механический, да? А он делает как-то вот так вот. Вот так. Я говорю, а что ты так делаешь? Он говорит, а у меня не получается свободно. А у него ни то, ни то, ни то свободно не получается. А вот так, чтобы ноги тряслись, получается. У него само так происходит. Я говорю, слушай, а что ты, с какого возраста у тебя так? Короче говоря, оказалось, что у него вот эта скованность всю жизнь. С детства. Я изучал, задавал вопросы. Ну, схованность-то это он снимает тем, что он ногами трясёт. Непроизвольно. А вот это у него не получается. Шея причём свободная. Он туда поворачивает, сюда поворачивает. Свободно поворачивает. Нигде зажимов нет. Одинаково в ту сторону и в эту сторону. Я тогда вдруг догадался задать вопрос такой. У тебя никогда интоксикации никакой не было? Может быть, уродовая травма была или ещё чего-то? И вот так вспоминал, вспоминал. И слушайте, говорит, у меня в детстве был, говорит, один случай. Какой? Мама, говорит, рассказывала. Я, говорит, белины объёлся. То есть, меня, говорят, пацаны, которые постарше меня, мальчишки, они меня, говорит, заставили беленов этих наесться. Ну, короче говоря, трава такая, да, белины. И у меня, говорит, была типа потеря сознания. Я, говорит, ничего этого не помню. Меня привезли в больницу. И вот, наверное, после этого. То есть, короче говоря, интоксикация сильная была. И поэтому у него потом... Я так думаю. Потому что на самом деле, когда я со многими общаюсь вот так вот в интернете, почему человек не может быть раскрепощён? Почему он свободно не может делать хлёст? Почему он не может делать дирижирование? Почему у него руки легко не расходятся? А вот трясёт ногами, свободно. А другой человек ещё и чем-то другим трясёт. Пар выпускает вот так вот. Пожалуйста, тряситесь. Это очень хорошо. Но если это не получается, подумайте. То ли кесарева была, то ли другая травма была в детстве. То ли интоксикация была. Поэтому, видите как, а он такой очень грамотный человек. Очень солидный, очень умный. За его плечами написаны книги. И вот так с детства из-за этой интоксикации Беренов объёмся. Так вот, слушайте меня. Врачи должны знать эти вещи. Врачам должны в институте преподавать эти вещи. Эти случаи должны рассказывать. О состоянии нервно-мышечной зажатости. Ну, надо в тесты это вставлять. Ну, много чего надо делать, короче говоря. Видите, какое имеет значение. А то они тут же начинают лекарства назначать. Я сам врач, но я лекарства не люблю назначать. Ну, и мне сложно тоже снимать с лекарств. Я не имею права. Потому что человек под наблюдением врача и должен находиться. И врач ему выписывает и наблюдает его. А я только разово так, допустим, встречусь. Сразу я не имею права. И не собираюсь снимать лекарства. Просто даю понимание, даю советы, даю некоторые объяснения, о которых люди просто не догадываются. Потому что я его спрашивал. А тебя хотя бы доктор в течение твоей жизни спрашивал об этих белинах, ты кому-нибудь рассказывал? Он говорит, да нет, как-то не приходилось. А вот оно как, оказывается. И не спрашивают о родовых травмах часто. И не спрашивают о том, как человек спит или не спит. Для чего я эти беседы провожу? Чтобы вы получше обращали внимание. И на то, как вы едите, что едите, и что через день-два после этого бывает. Крапивница какая, или там какие-то на коже всякие пятнышки. Или там какие-то проблемы. Или не бывает. Это самонаблюдение, внимание. Много чего нужно. Потому что, друзья, чтобы любить, созидать, надо высыпаться. Надо высыпаться. Иначе, чем бы вы ни занимались, у вас истощённое состояние, невосстановленное состояние, раздражительность большая. И поругаться готовы. И недоброжелательность, а агрессивность. Из-за недостатка запаса питательных веществ в клеточках мозга. Люди, которые агрессивные, они, по сути, несчастные. Потому что они с какой-то проблемой. Ну, не может быть так, чтобы у человека всё было в порядке, и он был агрессивный. Поэтому, когда говорят, начинайте себя, я вам рекомендую. Наблюдайте, как вы спите. Надо высыпаться. Чтобы не быть агрессивным. Чтобы быть человеколюбивым. Чтобы не обижаться всякий раз по всяким пустыкам. И не взрываться. Надо, чтобы клеточки мозга имели запас питательных веществ, друзья. А вот люди, которые постоянно видят только в чём-то, в ком-то недостатки. У них, у самих, оказывается, в клеточках мозга питания не хватает. Поэтому у меня к ним сожаление. Потому что я хочу им помочь. И поэтому, когда мне кто-то комменты пишет, какие-то такие недоброжелательные, я сразу помню, что я и сам такое бываю, когда я не выспался. Потому что, когда человек находится в режиме инстинктов выживания, а там бей, беги, оцепеней, там ощущения, как будто на тебя нападают. И ты как будто защищаешься. Поэтому, если ты истощён, у тебя работает вот этот режим. Вот таким образом ты падаешь по уровню своей эволюции на более низкий уровень. Животных агрессивны, спасаешься, защищаешься. А ты лучше высыпайся, чтобы любить, творить, созидать, дружить и не конфликтовать. А чё этот конфликт никому никакой пользы никогда не давал? Только совместное сотрудничество, совместное созидание, только вместе мы сила. И главное, дружить со своей головой. Потому что тот, кто со своей головой не дружит, он не знает об этом. И в этом беда. Поэтому спите, высыпайтесь, занимайтесь чаще любимым делом. И, конечно, смотрите наши ролики, потому что я там этот подаю в таком ритме и в таком большом опыте своих и клинических случаев, и бытовых случаев, и конфликтных случаев, и так далее, и так далее. И конфликтные дорисовываю. Вот там у меня будет золотая рыбка под цветом прожектора. Волшебная рыбка, которую дорисую, дорисую, и снова вам покажу, чтобы у каждого из вас была волшебная рыбка, чтобы вы могли поймать волшебную рыбку. Золотую рыбку. Да, ну начинайте, друзья, с высыпания. До встречи. Продолжение следует...